На ежегодной президентской пресс-конференции Владимир Путин коснулся темы взаимодействия глобальных средств массовой информации. РТ, спутник, их доля в общем объеме информации ничтожена по сравнению с тем, что делают американские глобальные СМИ во всем мире и у нас в России. И это кажется угрозой. Этот же вопрос могли бы задать президенту РФ главы западных СМИ. В то время как упомянутые им российские агентства РТ и спутник осуществляют теле- и радиовещания в США, на территории России ограничена деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свобода». То, что происходит, отмечает американский сенатор Крис Кунс, это не новая холодная война. Это гибридная война. Новый и нетрадиционный тип враждебных действий. И американцы пока не имеют о нем четкого представления. Россия весьма усердна и, к сожалению, в какой-то степени успешно ведет эту подспудную и необъявленную гибридную войну против Запада. Для этого используются пропаганды, экономические мощности, энергорезервы, коррупция, информационное оружие и поддержка оппозиционных партий. Эта необъявленная, но вполне реальная война уже докатилась до Соединенных Штатов. Она подрывает веру американцев в наши институты, нашу демократию и их доверие друг к другу. Совсем не так рассматривает сегодняшнюю доктрину Кремля Дмитрий Тренин, директор Московского центра Корнеги. По его словам, стратегия Владимира Путина фактически сводится к укреплению единства России и восстановлению ее статуса как ведущей мировой державы. Тренин сетует на то, что обе стороны, Запад и Российская Федерация, становятся все менее щепетильными в выборе средств. В то время, как Путин регулярно демонизируется ведущими западными СМИ, западные лидеры открыто высмеиваются российскими государственными медиакомпаниями. И я тут не уверен, кто из них поступает хуже. Во времена Холодной войны мы никогда не видели такого, как сейчас. Все это очень серьезно. Раз за разом политологи в России и на Западе указывают на невероятные рейтинги популярности президента Путина, которые регулярно превышают 80%. Однако, указывают эксперты, эти рекордные рейтинги не могут и не должны заслонять тот факт, что на момент начала третьего президентского срока Путина десятки и, возможно, сотни тысяч россиян вышли на улицы, чтобы открыто выразить свое недовольство политикой президента. По мнению известного американского журналиста Марвина Калба, официальное нагнетание мачо-имиджа Путина может указывать на его личную слабость. Тот факт, что лидер страны учреждает национальную гвардию, 350 тысяч солдат, которые должны по всей стране обеспечивать торжество путинизма как неизбежной реальности, не является для меня свидетельством его уверенности в своей силе. Для меня он, скорее всего, выглядит как лидер, который боится своего народа. Такие авторитетные специалисты, как директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сарц, идут еще дальше. Они указывают на то, что хотя нынешняя тактика Кремля успешно поддерживает режим Путина, она не имеет будущего. Все, к чему привели его раздутый популизм, национализм и ксенофобия, так это к возможности похвастаться перед народом мнимыми успехами российских властей в Крыму и Сирии, а также к тому, что по всей стране, как в советские времена, установлены памятники Ленину и Сталину. А их идея светлого будущего, говорит Царц, известна миру, увы, слишком хорошо. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, Настоящее время Америка, Вашингтон. Они нас поставили в один ряд Северной Кореи и Ираном. Северная Корея не видит другого способа самосохранения, кроме как развития систем оружия массового поражения и ракетной техники. Сейчас, видите, доработались для того, что у них ракеты уже достают территории Соединенных Штатов. Судя по всему, судя по всему. Конечно, это закрытая страна Северная Корея. Что-то знаете, а что-то наверняка нет. А там достаточно одного пуска, чтобы последствия были катастрофическими. Пусков со стороны Северной Кореи катастрофическими. На радость людям, на смерть врагам, с Рождеством, с Новороссией. Враг будет разбит, победа будет за нами. А если мы будем проигрывать, мы уничтожим весь мир. Редактор субтитров А.Семкин Нет, что вы хотите, если русский народ придумывает героям своих сказок Ивана-дурака? Нет, вы представьте, целый народ придумывает в герои дурака! Субтитры создавал DimaTorzok